Итак, друзья, едем на дело. Сейчас приеду, все обозначу. Коля, передай привет пацанам. Привет. Интрига, линя. Через час начнем. Погай. Приехали нам на эту поверку надо, ребята. А у нас тут снега еще лежат. 28 апреля. А, Коляныч, что, едем в другое место? Там есть одно еще местечко у нас. Попробуем туда рвануть. Дождина, хлещет. Такого чуда еще не было. Ладно, сейчас поедем. Пошли снег собирать. Снег пойдем собирать. Действительно. Вот это да. Снимаю сегодня на две камеры. Я не знаю, как получится. Ветер еще такой. Итак, приехали мы. Буквально проехали 20 километров. Смотрите. Снега нет вообще. Нормально, да? Идет дождь. Не знаю. Посмотрим, как со второй камерой. Пока с одной буду снимать камеры. Сейчас посмотрим, может, что найдем, а может, ничего не найдем. Так что смотрим. Не переключаемся. Ты где-то? Ребята, всем привет. Привет. В таком виде будем сегодня с Коляном ходить. Пока дождь снимаем на GoPro. Я уже проснул. Идем туда, взад, за нами. Как обычно, что найдем, покажем. Что не найдем, не покажем. Погода ужасная. Коля уже без нас копал. Так что он сегодня не первый раз. Мы выезжаем первый раз. О, блин. Опять стреляют. Война у нас тут. Нифига себе. Что это такое? Что? Сверхзвуковой самолет обогнал звук. Смотрим. Будет интересно. Надеюсь, сегодня у нас в забеге участвует классика жанра. Терочка 705. Да, погуляй. Какашчатый прибор Гаррет АТПРО. Самый крутой прибор. Ну, Колян с ним находит, конечно. Но и то он интуитивно находит. Ну и мой шляпный прибор, который еще ни одной монеты не нашел в этом сезоне. Гаррет рулит. Как я наушники? Между прочим, у меня лапа вышли новые наушники. Я вчера видел. Вот как у меня. Клюк к любому прибору. Цена, мама, не горюй. Ну и лопатой, Коля, ты за какую лопату болеешь сегодня? За свою. Ну, у тебя, да, она узенькая. Но тяжелая. У меня легче, наверное, твоей. Нет, у меня легче. Легче. Все, погнали. Находочка первая у нас. Вроде колечко. Да, только непонятно, то ли от времени постарело. То ли. То ли. То ли. Машины тут. У трассы прямо копаем. В жилом секторе. Сигнал был интересный. Рубль, рубленый нашел. Кто-то разрубил рубль. Николай что? А? Николай. Николай, да. Только он весь уставший такой. Вон профиль Николая видно. Хе-хе. Вот это да. Кто-то поиздевался четко над ним. Даже профиль немного видно. Рубль, да? Рубль, но. Но когда-то его изрубил, бедолагу. Вот здесь деревушка стояла. Вообще красота. А здесь это жилой сектор, кругом деревни. И треща себе снег идет. Сейчас посмотрим. Там трасса идет федеральная. Так, ребята. А вот и он. Полтинничек мой первый в этот сезон. Ага. Хорошенький. Сохранщик-то. Хороший. Так. Так. 26-й год. 50 копеек. Надпись. Что-то легкий какой-то. Не фальшивый. Ладно. Смотрим дальше, ребята. Ветрище сегодня у нас. Колямба там полтишок поднял. У меня находка, ребята. Судя. Полкопейки серебром. По звуку. Или одна копейка серебром. Да. Одна вторая копейка серебром. Не так. Вот так. Сейчас почистим, посмотрим. Что за год, Николай Первый? Ну вот и вторая империя. Ну первая империя в этом сезоне, да? Деревня вокруг здесь. Посреди деревни. Поляночка. Думаю, дай, заедем. Скотные дворы стоят. Там люди живут. Везде. Все едут туда, куда подальше. Думают от людей. А мы прямо тут. Кругом у нас люди живут. Одна вторая. Копейки серебром. 45-й год. Все спрашивают, какого приложения. Монеты царской России. В плеймаркете я смотрю, да? Смотрим, кто у нас правил. 845-й. Да, Николай Первый. Открываем. Одна вторая деньга. Одна вторая копейки. Открываем. И выбираем год. Пролистываем. 45-й. Буквы тут не видно. Сейчас посмотрим. О, 45-й. 45-й. Вот она. О, тут одна всего. 12 долларов. Итак, погнали. Название монеты. Одна две копейки. Год 1845-й. SM3Rush. Три миллиона. Металл-медь. Масса 5,12 грамма. Диаметр 20 миллиметров. Гулт-градкий. Базовая цена 12 долларов. В хорошем сохране. 155 долларов. Опачка. Нормально. АГМчик. Но МС-30 у меня в УЖС-ку шел. Продал я его. Куда мне столько телефонов. Еще сейчас Galaxy. Эйдж идет седьмой. С ним буду ходить. Там камера отличная. И с чем дальше? Трояк, ребята, выпал. Тридцать шестой год. Тридцать шестой год. Вот такой троячок. Пойдет. Берем. Дима там. Ковыряет. Что-то. Камера, Коля, не тряси. Плавное дело. Ладно, ребята, снимаем дальше. Дождь у нас кончился. Пойдемте возьмем интервью у одного товарища, который вам хорошо знаком под псевдонимом Николай Чемпион. Наверное, в этом сезоне у него титул чемпиона я заберу, так как найду много золота. Николай, дайте интервью нашим подписчикам. Покажите, что вы нашли в этом сезоне. 100 рублей. Ну, покажи. Да, я посмотрю на хорошую. У тебя, наверное, опять там руки тряслись от волнения. Где? Нет, ты близко не прибежать, четко говори. Учись вести диалог со зрителем. О, колясик, так это же первая находочка в нашем сезоне. Серебряно, 26-й год. Мои поздравления, расскажите, как вы себя чувствуете. Зачем плач на дело, дождя-то нету. Коляныч. Что, был и дождь? Был, так всплыл. Ты же знаешь, что мы парни фартовые, как приезжаем, так и дожди даже оступаются. Да. Как копать начинаем. Сразу сухо. Я, говоря, вот здесь походил. Здесь ничего нету. Там они ров рыли, вот этот рык. Херня. Вот здесь на песке наискать. Да, да. Сейчас мы с тобой еще по три монеты. Царские. Ты видел, что я нашел? Мы здесь ходили. Здесь трава была, невозможно ходить. Где? Вот здесь. А, смотри, у меня чуть. А, вообще, у рук-то с половиной. Ха-ха, не знаю. Это может полтинник? Нет, рук больше. Рук, да. А по мере? Что, а то, что я полтинник, советский? Только не по царским печатали по размеру. Коля сейчас пинпойнтер потеря, а мы его потом найдем. Вот, видишь? Рубляха. Рубляха. А чем такой? Почему так-то? Ну, как? Ээээ, вот это хорошая монетка. Да, это до начала этого вышел. Здесь пробежался. Я же, как обычно, Коля хожу с разведочкой. Потом думал, дай-ка я верха зацеплю. Все у него съели так. Да вообще, говорю, заделались что там. Ну, что, продолжаем. Что хочешь сказать нашим товарищам, подписчикам в новом сезоне? Что, побольше? Кладу их золота. А как этого добиться? Привятно. Ходить, терпение. Терпение. Ладно, погнали дальше, Коля. То следующий монету поднима ты, или я. Ну, давай. Я еще савдеп пропускаю. А савдеп? Я тоже. Я программу серебро, между прочим, поставил. На ней хожу, потому что мусорно немножко. Да что-то савдеп как-то не рвется. А я не люблю. Не охота. Сейчас посмотрим. Очень четкий, да, еще копаю. Ветерок сегодня не знаю, что у нас запишется. Ладно, погнали, Коля, дальше. Давай. Поделюсь, господа, с вами одной хитростью, копательской. У кого приборы серии Explorer, да? Ну, там, сафарики, е-траки, эксплойеры. Вот так я катушку делаю. Для чего я переворачиваю вверх тормашками и сюда выставляю провод. Когда она даже ложится, видите, она не перегибается. Если здесь, то она в этом месте ломается. Ой, так что имейте в виду, кто так, сохраните катушку дольше. Ходите очень удобно. Я так еще с времен этого... Ну, был у меня квадро, прибор, то я точно так же ходил. Так и в этом сезоне здесь перевернул. Потому что можно обломить катушки недешевые. Так и делайте. Сегодня у нас что? Программа, как обычно. Давайте я вам свет включу. Программа у нас серебро. Видим, что все закрыто. Мусорная, потому что по Пашиной деревне ходим. Или тут, не знаю, мусорка какая-то. И копаю только интересные металлы. Открываю маску только на чистых местах, на полях. Погнали дальше. Опанька. Двигобеги, походу. С голову рога не снимаю. Что-то я не могу к сигналам еще привыкнуть. После зимы. Ой, 29-й год. Сейчас цену глянем. Земля жирная, блин. К рукам прилипает. Почистим, посмотрим. Интересно. Интересно. Народу вокруг ходит. Машины ездят вон там. Где-то едят. Советские монеты. Смотрю, вот это приложение. Монеты Царской России и СССР. Да, 29-й год. Открываем. Смотрим. 24-й. Тут по годам. Удобно. 29-й. И сразу же у нас 2 копейки. 80 рублей. Так. Читаем. 2 копейки. Год 29-й. Алюминиевая бронза. Масса 2 грамма. 2,18 мм. Гурт ребристый. Базовая стоимость. 80 рублей. Вот такого приложения. В Play Market качаем. Устанавливаем. Цены, конечно, тут еще от печатей зависит. Это так. Условная цена. Средняя. Статистическая. Еще надо смотреть. Какой штемпель там. Уже более детально монеты рассматривать. Но это уже редкие экземпляры. Может, как-нибудь разработчик и сделает по штемпелям еще приложение. Колясик. Опять, похоже, ребята, монета. Точно. Сейчас почищу. Вообще непонятно, что за монета. Короче, убитая вся. Как совдеп звучал. Совдепина, наверное. Ребята, смотрим дальше. Че-то у меня пуля от Рисаки выпала, ребята. Кто спорит, что это от Мусина? От Раню? Мы такие патроны находили. Это Рисаки, походу. Японская первая гражданская война. Вот это да. Где-то у меня с того года еще видео не выпущено. Где мы патроны такие находили. Там, в общем, за бугром, ребята. Стрельбище, походу, как долбанут из пушки. Аж земля трясется. И Коля два раза уже упал от ударной волны. Он стоит отряхаться. Сейчас опять как долбануло, блин. Походу, к войне готовятся. Там где-то стрельбище. Ну, здорово херачат. Как будто ядерное оружие испытывают. Аж все ходуном ходит. Опанька, еще одна монета. Звучала, как металлопластика. Походу, ходячка. Или десятик советский. У меня все камеры расфокусируются. Да, ранние советы. Отсюда вижу. Камеру плохо смотреть. О, щитовик. Сейчас почищу. Если разберем. Мы разберем. Увидим, какой год озвучу. Это у нас 15 копеек. Тридцать первый год вроде. Точно не буду. Сцену не буду озвучивать. Так как уставшая монеточка немного. Но все же... Что тут? Все монеты у нас. И серебро, и цари, и советы. И самовары. Какой-то сигнальчик у меня. Попробую. Блин, не могу определиться, как камеру вставить. Ладно, так, наверное. Показать. Сигнал короткий. Возможно, монета. А может, пробка опять пивная. Кои здесь навалено. Ого-го, сколько. Гуляния, видать, были. Разодвоил сигнал. Странно. Что такое? О, от самовара какая-то. Штукенция. Потом в конце покажу. Сейчас уж не буду заострять. Внимание. Так, время. Час дня. Нормально. О, что вам видно там? Такая штуковина. Копеечка. 39-й год. Нормальная. Вот так вот. Дима там нашел что-то. Пулю какую-то. Смотрим, ребята, дальше. Гуси у нас, блин. Где улетают, нифига не вижу. В камеру. Целые косяки идут. Еле откопали. Копал, докопал. Ем еще. От самовара штуки анция. Иногда попадает. Частенько такая штучка. По обедам, наверное, сейчас. Сходим. Скорее сигнал нашли, так у меня империю кажут. У него тоже так-то империю. Ну, тут самовар раскиданных. Может, самовар. Что, нашел? Мастера, за работой. А где сверху, Коля? А, ложка. Ложка. Ну, когда стань, покажи. Ну, да, говорю. Вот она, большая монета лежала. Да, да, монета так же звенит. Ну, ладно. Не ошибешься. Трасса Колян. Е95. Что-то мало? Смотрите. Что? Понятно, что тут люди живут. Яма на яме все выкопано. Не, яма плохо тут копано. Коляныч-то у нас что опять наделал? По его следам хожу. Вон здесь он копал и ушел. И оставил монету. Говорит, я не копаю советы. Я говорю, а я не брезгаю и советиками. Три копейки, походу, по размеру. Раритет, наверное, Коля, ты оставил. Что по году-то? 29-й точно. 29-й трояк, Коля, год. Раритет? Нормальный, Коля говорит. Сейчас сцену посмотрим. Я двояк, сегодня 29-й год нашел. И трояк, понял? У нас тут рации, мы с Коляном разговариваем. Сейчас покажу. Хрен еще отстегнешь, показать, чтобы... Сейчас, секунду. Вот такими рациями мы пользуемся, да? И у нас LPD, открытые частоты. А здесь долгенобойщики ездят по трассе. И на каждом канале, блин, все занято. Что-то едут, болтают между собой. У кого-то там 5 тонн еще свободных. У кого-то еще что-то. Такие прикольные рации, но с телефонами не дружат. Понятно, начинают. Телефон, но на камеру не мешают. Нормально, у Коляна там чуть-чуть другая. Коля нас обманул. 3 копейки, 20-й идет. Алюминиевая бронза, масса 3 грамма. Тут 2 копейки, 2 грамма, 3 копейки, 3 грамма, 5 копейки, 5 грамма. Тоже 80 рублей. Ничего интересного. Но все же находочка. Берем. Вот, ребята, вот в этой ямке я нашел копеечку, маленькую. Вот сейчас я ее найду. В кармане. А вот в этой, 2-шечку. О! Рядом совсем. 2-шечка. 36-й год, по-моему. Вот такое поле у нас, ребята, тут не копанное. Нифига вообще. Да. Мимо. Копает. Так, ладно, попозднее. Посмотрю цены. И озвучу. Шарнир нашел. Чем примечателен данный шарнир? Вон, это из миди. Медная. Звучат интересно. Раньше на сакуояжи там всякие. Штучки, ой, дрючки делали. Коля не стал копать, опять он с юшней емой. Он что-то спорный сигнал еще и не копает. Но решил он показать, что имеет место быть и такие ставни. Ложечку у нас напарник такую еще поднял, интересно. Древняя греческая, походу. Думали серебро. Нержавейка. Обед у нас, пообедали. Сейчас пойдем на ту сторону поляны. Мы здесь вот ходили. Сейчас подальше пойдем. Опачка. Совдепино опять. Что у нас? О, сороковой год. Любопытно. Сейчас сцену глянем. Это здесь деревня была. То ли туда уходили, то ли так. Кирпичей вообще мало. Один кирпич только встретил. Но мусор есть. Две копейки. 50 рублей. Шляпа. Но находочка пойдет. В той деревне бы еще сходить. Там у них кедр растет. Старая деревня, значит, старая. Но это дачники. Сейчас все поля отданы под дачей. Дамасская сталь попалась, ребята. Такой ножичек серьезный. Это Коля у нас любит их резать. Надо ему подогнать. Пошкурит. Ручку наделась. И все опять будет. Головорезом в деревне своей. Интересные такие, да? Они тоже находочки. Можно хорошую коллекцию собрать. Копии, стрелы, ножи. Берем. Ребята, копеечка. 53-й год. Попили чаю, пошли копать. Опять копеечка. Вот такие дела. Пойдет. Берем. Смотрим дальше. Опять монитос. Ловил его, блин. Ну, что такое? Или не монитос? Нет? Монета. А, что-то на уставших гадах. 5 копеек. Год. Непонятный. Сейчас потеру щуточкой. 5 копеек. 55-й год. Что-то на себя в окислах. Даже чесить не стало. Цену смотреть не будем. Ну, его нафиг. Вот туда сейчас. И на ту сторону поля еще схожу. Вон там, к электростолбам. Может, что-нибудь там есть еще. Хотя здесь вот ходить можно. Совдеп есть. Находки. Выскакивать. Но неинтересно. Хочется все поле обижать. Такая тут поляна интересная. Окруженная деревушками и дачами. Часть бубенца выпала. Такой он. Интересный. Еще что-то привязано на него. Находочка. Ряда с чайлькой-то с ямой. Странно. Чей-то прибор не увидел. Засовывай деревню. Двери кованые. Вот такие штуки выпадают. Оплавки. Алюминий всякая херня. Походу деревня горела. Много вообще. Интересно. Штука выпала. Как будто из монеты кто-то кольцо хотел сделать. Но она у него хлопнула. И не получилось. Вот так. Да, кольцо делали. Забраковали. Не берем. Коляныч там ходит. Я пойду вон туда. Там елочки. Песочек. Там прогуляюсь. Надоело мне по мусорке и устал. Монетка, ребята. Монетка. Сигнальчик. Царица полей деньга. Сороковой год. Вот такая деньга. Что, Коля, нашел. Деньга. Утиорация не работает. Отошел от деревушки. Включил программу. Включил программу. Все металлы. Ходочка выскочила. Походу, якорь откуда-то обломанный. Морячок какой-то был. Интересно. Песочек здесь замечательно. Сыровато еще. Хожу на всех металлах. Коляныч там что-то собирают. Мусорки копаются. Квадрокоптер взял, забыл. Обедали, сидели и забыл полетать. Ладно, вечером буду полетаю. Если не забуду. Погода, если даст. Еще Монетоз выскочил. Копейка, походу. 27-й год. Не империя. Где империя? Здесь песок один. Как можете видеть. Поля вообще здоровены. Не обойти. Так, на удачу. Проходим. Копейка, 27-й год. 150 рублей. Если было 2 копеечки, был бы раритет. Еще вот такую штучку нашел. Походу тоже от копейки. 150 рублей. Берем. Иду к машине. Думаю, полетаю. Раз и, по-моему, деньга. Или 3 копейки. Так. О, что это такое? Да, по-моему, непонятно чего. О, годы видно. 2 копейки, походу. Или 3-3, наверное. Сейчас почищу, покажу. 3 копейки. 1879 год. Какалик уже. Но все же находочка. Сейчас попробуем взлететь. 3 копейки, Коля. Пошли, полетаем. Пошли, полетаем. Копейка. 1861 год. Вот такая вот копеечка. Выпала у нас вот здесь. Смотрим дальше. Коляна говорю, копай. Я уже не могу. 32-й год. Сколько стоит, Коля? Счерзно. Что я устал уже, Коль? Долезть. С непривычки-то. А за зиму-то. Лень. На, дарю. Копендосик. Копендосик, да? Пошли, взлетим. Посмотрим, что тут сверху есть. Пойдем. Никак полетать не можем уйти с коленом. Монеты идут и идут. О, копейка, Коля. Царская. Царская копейка. Сейчас почищу, покажу. До машины, да, вон, чуть-чуть осталось. Коля говорит, раритет. 1911-й или 1917-й. А, Коля? Почему раритет-то? Да, вот здесь видно, если намочишь. 11-й вроде, 1911-й. А может, 17-й, Коля? Коля, хрен знает. Монет усыпано у этой фермы. Уже искать неохота. Попалась древняя вестица. Непонятно для чего. Итак, мы сейчас соберем квандранкуптер и полетаем, Коляныч. Хочешь нам учить алетать? Нет. А тут ничего сложного. Покажем, где мы копаем. Сразу упаду, и все, он разобьется, и все. Смотри, какая-то штучка есть. Оп, шнурочек волшебный. Докупал отдельно. Че еще покопаем? Видно было. Че-то мало находок-то. У меня пол кармана, а у тебя? Тоже пол кармана. Видно, у тебя на антик волшебный. Опачка. Планшет, давай сразу же включим. Че там снимаешь? Ага. Я потом право вырежу половину. Че-то на снимаешь. Так, пускай вводит у нас. У меня же тут еще запчасти есть. Вот такие. Усилители антенн стоять не будем. И банок, крены не нужны. Далеко не полетишь, да? Недалеко не полечу. Сегодня солнца нету. Обычно. А ну, далеко не полечу. И это. Сегодня солнца нету. Защитный экран тоже стоять не будем. Готово. Че там надо еще? Веревочку для полета обязательно. Коляныч, ты че там? Как нормально снимаешь? Нормально, нормально. А ты опять тут снимаешь всякой ерунды. Руки видно, тебя не видно. Возьми общий план, зачем ты меня? Руками-то делаешь. Фух. Иди вон туда снимай. Я буду тебя сейчас это. Смотри, что надо делать. Включаем квандранкоптер. Боишься, Коля? Нет. Включаем пункт. Иди покажу. А, блин, я включил его. Зря включил-то, Коля. Ничего не говоришь-то, что я не подключил планшет. Думаю, что-то не загораться, ничего. Все. Планшет подключил. Смотри. Че там, видно ли все? Ну, что-то видно. Че, темно. О, 4G здесь даже еле-еле ловит. Замечательно. Все, вход в меню. А, смотри, что получается. Фантом, четвертый. Все дела. Че ты думаешь, нажал, да? Прогрев идет этого. Этого. Квандранкоптера. Сейчас мы, знаешь, что сделаем еще? Канал поменяем. Поставим ручной. И пятнадцатый канал. Пускай вот так будет. Все, прогрев системы, Коля, идет. Сейчас система прогреется. А что там у тебя, видно, что у него? Все, ему полетим. Киров. До Кирова, думаешь, долетит? Нет. Почему? Упадет. Все, полет разрешен. GPS поймал. Все, взлетай давай. Ну. Точка-думереза. Система к взгляду готова. О-о-о-о! Ключи камеру, пора. Я лежал. Система к взгляду. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok